Что самое сложное, что есть вообще в нашей жизни? Что самое сложное, что только может быть принципиально в нашей жизни? Ответ. Сама жизнь. Самое загадочное, самое непостижимое, это то, что происходит с живым человеком в нашей жизни. Мы сами не решали жить. Никто из нас не является причиной того, что он появился в этот свет. Никто не сидел в позе мыслителя, сказал, я рожусь и родился. Вовсе нет. Мы получили жизнь как подарок. И эта жизнь, со временем, когда начали осознавать, она нам приносила много радости. И тут же много горя. Вся жизнь, она настолько непонятная, настолько запутанная. Если бы у человека не было возможности просто ни на чего не обращать внимания, просто жить, просто жить, просто утром встал, поел, пошел, работает, вернулся, поехал, поговорил, посмотрел, лег спать. Если бы не было этой возможности вообще ни о чем не думать, он, по-видимому, сошел бы с ума. От попытки осознать этот грандиозный мир, который вокруг него. Что тут происходит? Человек погружен постоянно в какие-то ощущения. Тут живот болит. Тут у него кто-то что-то сказал, он обиделся. Тут, наоборот, тот его похвалил, какая была огромная радость. Тут у него была возможность что-то заработать, и, увы, он это проиграл. На следующий день он выиграл в лото. Радость предельно. Прочел статью, его друг стал, я знаю, там, политическим большим работником. Тут одна компания разорилась, ученые новые что-то открыли. Сам он решил какое-то уравнение, с женой поссорился, родители в претензии. Дети что-то ему подарок подарили. Все, все, все. Что происходит в нашей жизни? Мы ничего не понимаем. Охватить всю жизнь очень-очень сложно. Очень-очень сложно. Кроме всего прочего, мы совершенно не понимаем, для чего все это вместе существует. Для чего нам дали эту жизнь? Для какой цели? Если человек чуть поднимется, он спросит тот вопрос всех вопросов, которые мы формулируем, его в такой самой известной всем форме. В чем смысл человеческого существования? В чем? Это загадка. Человек просто еще дальше идет, и все, что мы разрисовали, и все непонятно, как все это вместе, оно сочетается, как вся эта жизнь, она составляет единое целое. И порой он видит еще людей, которые явно не самые лучшие, но они живут довольно-таки припеваючи. Значит, злодеи, негодники, но они довольно-таки преуспевают, хорошо живут, большие машины, дома. А с другой стороны, есть люди хорошие, добрые, праведники, и смотришь, одни страдания. И не только одни страдания. Именно этот заболел, который был праведный. А тот, который злодей, такой большой еще, объелся, вроде все нормально, все прошло хорошо, и даже отрыжки не было. Как вообще понять, что в мире происходит? Как устанавливается та самая справедливость, божественная в этом мире? Если мы попытаемся сделать то, что практически невозможно сделать, хотя человек время от времени это пытается, у него постоянно есть ощущение, что он что-то раскрыл, что-то объяснил. Мы находим это много у мыслителей мира, у философов. Попытка осознания мира, попытка понимания, в чем состоит смысл человеческой жизни. Но, по-видимому, все это сводится к вопросу еще более глобальному. В чем смысл нашей жизни, мы поймем, когда попробуем понять вопрос основной, фундаментальный, который и даст нам объяснение всему, в чем цель творения вообще, и человека в нем уже в частности. Мы с вами подобрались к самому основному корню всего. Естественно, от нас сейчас потребуется максимум возможности абстрактного мышления. Потому что явно понятия, о которых мы будем говорить, понятия очень-очень непростые. Естественно, может создаться впечатление, что мы что-то поймем. Зранее предупреждая, даже если мы что-то поймем, надо будет нам еще много-много времени, чтобы переварить все сказанное, осознать и улыбиться в других источниках и так далее. Мы же только будем говорить минимум, для того, чтобы было хоть какое-то минимальное понимание из того, что нам Рамхаль привел в этой книге. Интересно напомнить, что сам Рамхаль в своем видении он нам намекнул, что он собирается нам изложить. Я только прочту маленький абзац. И вот, согласно всему этому, я составил для тебя, дорогой читатель, это небольшое сочинение, в котором намеревался исчерпывающе изложить общие принципы веры и служения таким образом, чтобы ты смог правильно понять их и достаточно отчетливо, без примесей и путаницей обрисовать в своем сознании. Для чего? Чтобы ты узрел с наивозможной ясностью их корни ответвления и чтобы они стройно сложились в твоем сердце, а твой разум смог бы овладеть ими наилучшим образом. Рамхаль пишет совершенно гениальнейший труд, я не думаю, что слово гениально относится к тому, что мы сейчас будем учить. Это явно что-то тут нечеловеческое. Это попытка в самой очень простой и логичной форме, от простого к сложному, от одного корня к всем остальным ветвям построить объяснение целетворения. И это то, что он продолжает, пишет, и если нам это удастся, учить это последовательно, правильно, после всего этого тебе будет легче разглядеть во всех частях Торы и в объяснениях к ней божественный замысел и постичь все ее тайны. Тора – это сама реальность. И через нее мы понимаем, что действительно есть в этом мире. И он говорит, что если мы будем эту книгу изучать, возьмем за основу, будем учить ее последовательно, от причины к следствию, от корня к ветвям и так далее, то мы сможем постичь божественные замысел и постичь все тайны, которые прячутся за этим. Ну, я надеюсь, что все теперь готовы начать это изучение. И вот мы с вами переходим к одной единственной фразе, из которой исходит все творение. Пишет Рамхаль так, кстати говоря, его формулировка, она не уникальная, не он первый, который ее упоминает. Практически все еврейские мудрецы, которые писали о еврейском мировоззрении, ее цели творения, они употребляли ту же формулировку, только, может быть, чуть-чуть в другой форме. И вот он пишет, целью творения было воздать от блага Творца другим. Все, на этом все закончилось. Из этого одного предложения мы увидим на этом занятии, на последующих, как исходит вся наша реальность, включая цель всего творения и человека в нем. Повторим снова. Целью творения. Для чего было творение сотворено? Это первый вопрос, который мы хотим спросить. В чем оно состояло? Воздать от блага Творца другим. Понятно ли что-то? Надеюсь, ничего. Снова. Воздать от блага Творца другим. На еврейском языке это звучит, естественно, на языке Тары гораздо, может быть, чуть-чуть понятнее. Перевели на русский язык. Воздать от блага Творца. Вполне возможно, что это хороший литературный перевод, но если мы будем дословно придерживаться, может быть, все-таки стоило бы сказать воздать от добра Творца другим. И вот у нас сразу появляется первая зацепка. Воздать от добра Творца другим. О реальности Творца мы говорили на прошлом занятии, вы помните? Но тут появляется какое-то новое слово, новое определение, которое мы не упоминали. От добра Творца другим есть в Творце какое-то добро. Мы уже готовенькие с вами. Мы уже жили в мире, в котором кроха уже все нам помогла и разобрала, что такое хорошо. Верно? А что такое плохо? Мы уже с понятием добра сидим внутри. И мы с трудом теперь сможем освободиться от всех наших пониманий, что такое хорошо, а что такое плохо. С огромным трудом. Со всеми нашими пониманиями. И мы должны к чему прийти? К пониманию истинному. Понятие добро, естественно, не тема наша для того, что мы его тут сейчас разобрали. На первый взгляд, добро для каждого из нас, это хорошо. То, что хорошо мне, то является добро. А то, что хорошо тебе сейчас, это действительно добро. Что хочет ребенок, что считает, что ему хорошо. Ешь шоколад целый день. Это действительно для тебя добро. Это добро на всю твою жизнь. Если присмотримся, увидим, что ребенку есть, он может есть целый день шоколад. Но мы видим, это не добро, но сфера то, что он считает добро. Каждый человек как-то под себя подстраивает это и называет это добром. Мы понимаем, что это добро может быть, но оно какое-то относительное, согласно представлениям человека. Но, по-видимому, есть нечто, что существует в мире. Добро собой по себе. Есть некий источник понимания добра. Откуда вообще все начинается, что является причиной всего? Речь идет о абсолютном добре. И это понятие, оно неопределимо, потому что оно является точкой отсчета. Суть Творца, его имя называется добро. Он есть добро. Ну, теперь скажите, что есть добро для нас, в нашем понимании. Все, что будет исходить из него, это есть добро. Другими словами, мы должны дать определение слову добро. Мы все начинаем с вами с нуля, с самого начала. В оригинальном понимании понятие добро – это есть сам Творец. Почему он так определяется? Потому что все качества и свойства, насколько вы помните, находятся в нем в каком состоянии? В совершенном. И это уже некое вступление к следующему абзацу, которое, если мы бы это не сделали, оно было бы не совсем понятно. Почему? Потому что Рамхар говорит, целью творения было воздать от блага Творца другим. И дальше как-то сразу какой-то переход о том, что только Творец, Он есть истинное совершенство. Давайте прочтем этот абзац, и мы сейчас чуть-чуть войдем в глубину понимания, о чем речь идет. Только давайте его прочтем. И очевидно, что только Бог – истинное совершенство, лишенное каких бы то ни было недостатков, и не существует другого, такого же, как Он – совершенство. Всякое совершенство, которое можно себе представить, кроме Его совершенства, не есть истинное совершенство. Все другие вещи можно назвать совершенными только по сравнению с другими, менее совершенными, но абсолютное совершенство – это только совершенство Всевышнего. Другими словами, Его совершенство, оно несравнимо с другими. Рамхан входит в то, о чём мы уже говорили с вами на прошлом занятии. Я напомню, может быть, в одном слове, вы помните, мы говорили о шести фундаментальных принципах понимания реальности Творца. Реальность Творца состоит из истинности его существования, его совершенства, обязательности его существования, его независимости полной от других, его простоте и его единстве. Если вы помните, мы подчёркивали, что есть две характеристики, наиболее в каком-то смысле фундаментальные, которые включают остальное, это его совершенство и его простота. Это самые тяжёлые для нашего понимания человеческого характеристики. Так вот, он тут возвращается, делает акцент на понятие совершенства. Сейчас мы поймём, почему это нужно, потому что без этого мы ничего не поймём, весь ход рассуждений. Давайте снова прочтём этот абзац, он очень простой, хотя слышится очень сложно. Очевидно, что только Творец истинное совершенство, лишённое каких-либо недостатков. Не существует другого такого же, как он совершенство. То есть, если мы говорим о совершенстве, то только это он и совершенство. Ну, но мы же тоже говорим о совершенстве порой. Видите, есть иногда, что-то добились, что-то открыли, человек добился, совершенный. Всякое совершенство, которое мы себе можем представить, кроме его совершенства, неестественное совершенство. Не может быть, принципиально. Никогда оно не будет абсолютным, оно будет относительным. Почему? И все другие вещи можно назвать совершенными, только по сравнению с другими, менее совершенными. Всё подстаётся в сравнении у нас. Мы живём в мире, где всё только это, меньше этого, это больше, это совсем большое, ещё больше. К Творцу не подходит самый большой. Не соизмерим. Абсолютное совершенство – это только совершенство Творца. Ну, ни с чем, ни с чем не сравнимо. Когда мы будем говорить о творении этого мира, то поднимется вопрос, а для чего Творец сотворил этот мир? Может, ему нужно было это? Как только мы поднимем этот вопрос в таком ракурсе, может, ему это было необходимо, мы раз и попали в ловушку. Почему? Почему? Мы сразу думаем категориями человека, ограниченного пространством и времени. Мы люди материальные. И в нашем понимании, если человек что-то хочет, значит, это ему не достаётся. Человек никогда не будет пить, если он не жаждет воды. Никогда не будет есть, если он не голоден. Причина желания человека в недостатке, который он очищает в себе. И восполняя этот недостаток, он как бы становится в каком-то смысле совершенным. Это понимание человека. В отличие от этого, желание Творца не исходит из его какого-то недостатка. Поэтому он сотворил мир не для себя, а только для того, для кого он сотворил этот мир. Потому что для себя ему совершенно не нужно никакого завершения. В нём нет недостатка. Ему ничего не хватает. У него всё есть. Он совершенен всеми совершенствами. Поэтому Рамхан говорит об этом в первую очередь, чтобы объяснить эту фразу основную, из которой всё исходит. Мы должны понять о том, что совершенство Творца, оно находится в простой форме. В простой форме. Самодостаточной. В нём не может существовать принципиально недостатка, который породит желание. И это очень-очень важно нам будет понять. Потому что мы сейчас делаем с вами следующий шаг, необыкновенный, важный. И тогда поймём о том, что если речь идёт о реальности простой и совершенной, то она сама по себе, если она захочет воздействовать, то она не может воздействовать на себя. Она совершенна. Она и так уже находится в простой форме. То есть она по определению, она неизменяемая там внутри себя. А если это так, то неизбежный вывод какой, что если речь будет идти о каком-либо изменении, воздействии, то это должно произойти не на себя, из-за того, что эта реальность совершенная и простая, а на реальность другую. Тогда мы сделали ещё маленький шажок в понимании. Когда мы говорим о реальности Творца как о реальности совершенной и простой, уже эти два понятия порождают возможность сотворения, некого творения, которое должно принять суть самого Творца. Суть самого Творца. Чтобы это объяснить ещё, может быть, вполне возможно, чуть более понятнее. Смотрите, если мы говорим о совершенстве всех совершенств, значит всё, что есть принципиально, существует и в мире, находится в нём в полном совершенстве. Очень хорошо. Если это включает всё, то это должно включать и такие категории, как активная форма и пассивная форма. Надеюсь, все это понимают. Что такое форма потенциальная, её называют иногда, или пассивная форма. Примеры мы уже довольно-таки часто приводили. Например, студент говорит, что он подготовился к экзамену. Это какая форма? Знание пассивное. Почему? Почему пассивное? Иди сдай экзамен. Сейчас посмотрим, ты действительно знаешь или нет. Когда он действительно сдаст экзамен, то в явной форме проявилось, он действительно подготовился. Есть люди, которые подают надежды. Но никогда они это надежды не осуществляют. Поэтому у них всё остаётся потенциальной формой. Или есть какой-то такой большой атлетик, здоровый такой, бицепс всё-таки огромный. И все его боятся. Но он пока никого не тронул. У него всё его здоровье и сила находятся в форме потенциальной. Она не выходит в явную форму. Мы не видим, он ещё пока никого не пристукнул. Но когда однажды его кто-то в России раздет, и он просто, о, тут сразу пойму, он действительно такой. Другими словами, есть две возможности. Есть возможность существования в форме пассивной. И есть возможность существования в форме активной. Если мы говорим о Творце как о совершенстве всех совершенств, можно сделать вывод, исходя из этого, что реальность Творца, если она совершенна и проста, то она должна содержать в себе обе формы, как пассивную, так и активную. И когда мы говорим о том, что активность должна проявить себя, то что она предполагает? Она предполагает, что любая активность, она предполагает отдачу от себя, и необходимо существование того объекта, который эту отдачу, которое это желание дать, примет. Вот вам и простой логический ход, который объясняет, почему творение вообще, оно должно было сотвориться. Почему? Потому что всё, что находится в реальности Творца в своей совершенной и простой форме, оно должно было выйти в форме явной. До этого места мы поняли только одно единственное. Потому что если речь идёт о реальности Творца совершенной и простой, то оно неизбежно должно воздействовать. Единственное, что я слово «неизбежно» беру в скобки. Почему? Потому что на то у нас говорится, на то его воля. Когда мы говорим о реальности Творца по сути, помните, мы говорили в прошлый раз, нет ни у человека ни малейшего понимания, что есть реальность Творца сама по себе без творения. Но как только появляется желание Творения, то мы уже можем о чём-то либо говорить. И когда мы говорим об этом желании, то мы можем говорить, что это желание находится полностью в его руках. Творец мог это желание оставить в потенциальной форме и не выводить его в явную, и не творить ничего. Но на то была его воля, что он это сотворил. И в этом явно проявляется ещё его, в каком-то смысле, большее совершенство. Но это не значит, что он мог не творить этот мир. Помните, что мы сказали, что есть реальность обязательная, только реальность самого Творца. Но реальность нашего мира, она не обязательна. Это не то, что ты должен был и обязан был сотворить этот мир. Вовсе нет. Но только, как мы и сказали, из понимания реальности Творца, как простое и совершенное, исходит и эта возможность перехода из потенциальной, пассивной формы в явную форму. Активную форму. А она предполагает, что воздействие это должно быть на кого-то оказано. Потому что на себя оно никак не может быть оказано, потому что, как мы только что разобрали, реальность Творца, она совершенна и проста. Она самодостаточна. Она не может влиять на саму себя, иначе она не была совершенна и проста. Это первый шаг в логическом осуждении. И вот на этой основе, когда мы начинаем понимать, что реальность совершенная и простая должна в себя включать и возможность активного влияния, то мы понимаем, что это активное влияние должно быть оказано на кого-то другого, кто будет способен это влияние принять. Теперь скажите, а что за влияние? Того, что есть, что составляет суть самого Творца. То влияние и будет оказано. Говорит Рамхальд в другой своей знаменитой книге Клах Питхе Хохма, он говорит, Митева Тов Легитив. Природа добра воздать добро. Скажите мне подобию. Природа тепла давать тепло. Что суть тепла, в чем состоит? Тепло давать, на то оно тепло. Это ее суть. Холод будет давать холод. Электричество, суть электричества, давать электричество. Если определение Творца, суть его добро, то что оно должно воздавать? Добро. Теперь мы понимаем фразу, с которой все началось. Целью творения было воздать от блага Творца другим. Целью творения было воздать от блага, которое составляет суть Творца, которое находится в совершенно простой форме, которое должно было выйти от своей сути, воздать это тому, кто будет способен это принять. То самому творению, которое это добро будет в состоянии принять. Надо повторить снова. Еще один расскажем. Всякий случай. Целью творения было воздать от блага Творца другим. Исходя из того, что реальность Творца, как мы учили, она совершенна и проста. То она должна находиться и в состоянии, учитывая, что должно быть совершенство всех совершенств, не только в состоянии пассивной, но и в состоянии активной. В этом проявляется большее совершенство. А что значит активность? Это возможность воздействия от себя на что-то другое. Если мы говорим о возможности воздействия, значит должна существовать реальность в мире, которая способна принять это воздействие. Это есть из сотворения мира. Это есть то, что называется другим. То есть той реальности, которая способна принять это. Давайте теперь прочтем это снова по-другому. Целью творения было воздать от сути самого Творца, и в чем она состоит? В добре. Другим. Что таким значит другим? Тому творению, которое будет способен это воспринять. Итак, что мы знаем? Давайте снова прочтем, что целью творения было воздать все от блага Творца другим. И очевидно, что только Бог, истинное совершенство, лишено каких бы то ни было недостатков. Не существует другого такого же, как Он, совершенство. Всякое совершенство, которое можно себе представить, кроме его совершенства, не есть истинное совершенство. Все другие вещи можно назвать совершенными только по сравнению с другими, менее совершенными. Но абсолютное совершенство, только совершенство Всевышнего. Оно несравнимо. Для чего все это было сказано? Именно для понимания всего, что мы сейчас сказали. Совершенство Творца, оно не сравнено ни с кем, оно абсолютно, оно само по себе, поэтому оно самодостаточное. Оно не воздействует на самого себя, оно может воздействовать только на некую реальность другую. Поэтому эту реальность надо было сотворить. Это первый шаг понимания, откуда вообще происходит реальность этого мира. Я испытываю большое неудобство, лично я должен сказать, что как-то простые люди, типа меня, говорят об этом. Это очень-очень непросто говорить о реальности Творца, сотворении мира какими-то словами, как будто мы что-то тут понимаем или что-либо разбираемся. Но тем не менее, Терамхал дал нам возможность говорить об этом и говорим. Не говорим. Надо все только очень осторожно ко всему подходить. Итак, снова что мы знаем, что суть, истинная суть Творца, это есть добро. И это добро, как свою суть, он должен проявить в явной форме. Для этого нужно сотворить ту реальность, которую это добро сможет воспринять. Мы снова уже сказали это несколько раз, я надеюсь, что, по крайней мере, минимально это понятно. Давайте попробуем дальше чуть прочесть и, может быть, еще поймем очень важную и законченную мысль. Поскольку он желал воздать добро другим, то есть той реальности, которая восприняется, его суть, недостаточно было для него воздать немного блага. Недостаточно. Но именно предельное благо, которое Творение смогут принять. И поскольку он истинное благо, его доброе желание может быть удовлетворено только воздаянием другим того блага, которое в нем самом. И это истинное и совершенное благо. Снова предложение, которое, на первый взгляд, на слух тяжело воспринять, оно тоже не так сложное для восприятия. Давайте просто пойдем по порядку. По порядку. Ясно, простыми словами, что, исходя из сути того, что есть природа Творца, условно мы это очень говорим, в чем есть суть реальности Творца, мы его назвали добром. Природа добра, воздавать добром, значит, нужно воздать. Для этого нужно создать реальность, которая это воспримет. До этого момента это единственная мысль, которую мы сказали. Хорошо, тогда возникает следующий вопрос. Сколько в Добра Творец дат тому Творению, которое он сотворит? Чуть-чуть? Много? Совсем много? Сколько даст? Если Творец реальность совершенна, как мы сказали, то она должна и воздать добро в какой своей форме? Совершенной. Максимальной. Но где у нас есть проблема? Что есть максимальная форма добра, которая существует в мире? Только Сам Творец. Получается, что если он хочет от Своего добра воздать тому Творению, которое это примет, он должен себя дать ему. А это возможно? Ответ нет. Как же выйти из этого противоречия? А ну давайте с вами решим эту задачу простым образным сравнением. Для этого и сказано у нас о том, что этот мир подобен тому миру. Чтобы мы могли с вами хоть как-то понять и рассуждать. Давайте предположим, что есть царь. Крепкий, могущественный царь. И вот один его гражданин, его государство, сделал какое-то доброе дело для него, понравился ему. Потом еще больше понравился. Потом совсем понравился. До такой степени он его полюбил, что он захотел ему воздать максимальное добро, которое только царь в принципе в состоянии. Ну, пожалуйста, варианты. Что он ему может дать максимум? Пол царства. А почему пол? Потому что иначе он не будет царем. Очень хорошо. Скажите, это максимум, что царь может дать? Тут сразу начинает. Смотрите, есть вариант, оказывается, лучше, чем пол царства. Есть дочка, выдан замуж, и очень хорошо. Теперь расскажите, все зятя, они получают максимум? Иди, знаю, может, там еще зятя есть. Может, сыновья есть. Сын всегда предпочтительный зятя. Может, еще есть варианты? У царя есть возможность дать ему максимум, который только возможно дать, сделать этого человека, своего любимого, номер два. Самым приближенным к нему. Скажите, есть вторая пример этому? Явный и очевидный. Какой? Был пример царя фараона, и был Йосеф, который, в принципе, командовал всем. И что сказано об этом? И только трон отделяет меня от тебя. То есть, в принципе, ты на самом деле царь. Ты всем руководишь. Но только зная, я сижу на троне, ты все делай, я наблюдаю. Если что-то не то, но ты, в принципе, чувствуешь себя практически полностью как царь. Это максимальное добро, которое царь может сделать своему подчиненному. Ну, теперь давайте из этого образного примера перейдем к тому, о чем мы тут говорим. Творец хочет воздать добро творению, которое может принять это добро. Теперь какое добро он должен дать, если он хочет, если он реально совершенное? В своей максимальной форме. В чем она будет состоять? В том, что он его приблизит к себе, это творение. В своей максимальной форме, то есть поставит его под собой. Прямо, прямо рядышком. По рядышкам. То есть царь, получается, может приблизить и дать власть своему подчиненному в той степени, насколько он будет к нему приближен. Самая большая приближенность означает и самое большое добро, которое есть. Другими словами, следующий шаг, который, логический, который мы делаем, что нужно, это в чем состоит суть творения, в том, чтобы воздать этому творению максимальное добро. В чем оно будет состоять? В том, что это творение, оно будет максимально приближено к самому добру. До этого места, надеюсь, что-то произнес. И тогда встает второй вопрос, уже не второй, а третий, следующий, третий шаг в размышлении. А как можно приблизиться максимально к реальности творца? Как вообще возможно приближение? Можно ли говорить вообще о приближении типа этого? Говорит Ирамхал в других местах, в других книгах написано об этом. Вот в нашем материальном мире близость двух вещей, она определяется пространственно. А в мире духовном? В мире духовном близость устанавливается подобие. Слушайте сейчас внимательно. Я сейчас скажу сначала, это абстрактно, в общем, а потом это расшифрую в нашем понимании. В духовных мирах два объекта будут находиться ближе, чем больше они подобны. Что я определил? Подобие, оно сближается в духовный мир. Там где-то, где-то в абстрактной форме представляем, то есть чем больше есть подобие между двумя какими-то объектами, тем больше они ближе друг к другу. Ближе к друг другу. Ну, теперь давайте попробуем это расшифровать на простом человеческом языке. Скажите, два друга, когда действительно они станут друзьями, на ваш взгляд? Когда? Общие интересы. Когда у них будут общие интересы? И обратите внимание, чем больше этих общих интересов, тем ближе они друг к другу. Кстати говоря, не хочу никак входить в эту тему, а теперь скажите мне, парень и девушка хотят встретиться. И вообще существует теоретический вопрос, который обсуждается. Что лучше искать? Девушку или парня, который похож на тебя, или который наоборот не похож? В чем смысл? Э, похожее, скучно будет. Я один, она совсем другая. О, будет весело. Действительно будет весело. Нельзя там сомнение. То есть, о, это называется, дополняют друг друга. Они прекрасно дополняют друг друга где-то первых несколько недель. Может быть, несколько месяцев и хватит на это. Но после этого все это вылазит очень крепко. И не замечая, начинают так побивать друг друга, что уже не знаю, что от этого останется. В отличие от этого, подобие, которое, кстати говоря, никогда не может полностью подобным, поэтому оно никогда не будет исключать ту самую пикантость и живость и дополнительность. Никогда не будем подобны до конца. Поэтому не надо так волноваться. Но чем больше будет подобно, тем больше шансов, что два человека, они просто будут едиными. Они сольются в одно единое целое. То, о чем мы все время говорим. С другой стороны, это благо может находиться только в нем. Помните, мы сказали, что если это противоречие, с одной стороны хочется воздать максимум, но с другой стороны максимум только сам Творец. Как же быть? Говорит, Рамхаль, с другой стороны, это благо может находиться только в нем. Поэтому постановила его мудрость, что это истинное воздаяние блага будет заключаться в том, что он даст место Творениям приобщиться к нему в той мере, в которой возможно им приобщиться. В той мере, в которой возможно им приобщиться. Это то, что мы сказали. Будь моим заместителем. Номер два. Ты будешь ко мне наиболее приближенным в этом мире. И тогда получится, что хотя Творением самим по себе нельзя приписать совершенство Творца, но из-за приобщенности их к нему им будет приписано в той мере, в какой это возможно. И получится, что Творение наслаждается этим истинным благом в наибольшей мере, в которой это возможно для них. Ну, тут еще следует много что прояснить. Еще раз, еще раз по порядку все это скажем. Мы разобрали с вами, что природа добра воздать добром. Для этого нужно сотворить ту реальность, которая воспримет это добро. Сколько этого добра нужно, чтобы было воспринято, так как реальность Творца, она совершенная, то и это добро должно быть оказано в своей совершенной форме. Но с другой стороны, мы сказали, совершенство только у самого Творца. Как же можно дать? Ответ. Можно дать в какой форме, которая будет наиболее близка к совершенству Творца. В чем она будет состоять? В максимальном подобии реальности самого Творца. Проясним эту мысль еще один раз. Мы только что сказали, надеюсь, это было понято, что близость устанавливается подобием. Чем более подобны две души, тем более они близки друг к другу. Вся любовь строится на этом. Ихние тела разделяют их друг к другу. Это два разных человека. Но из-за того, что ихние души, они близкие, они как бы сливаются в одно единое целое, это порождает любовь между ними. Близость. Близость. Когда есть подобие. Когда один желает дать другому, а этот, и наоборот, это их соединяет в единое целое. То есть, что мы сказали? Что подобие приводит к близости. Что Творец хочет воздать этому Творению? Своё добро. Какое? Максимальное. Каким образом приблизить его к себе? А как можно приблизиться к Творцу? Только посредством, как мы сказали, подобия. И нет другого пути. Нет другого пути. Для того, чтобы приблизиться к добру, получающий должен подготовить себя самого быть добрым. Слышите? Ещё один расскажем. Это очень простой вывод. Приближение к Творцу – это уподобление ему. Верно? В чём есть суть самого Творца, как мы сказали? Добро. Он... суть его – это добро. Хочет быть близким к добру. Хочет быть близким к добру, надо этому уподобиться. Чем больше человек будет добр в понимании Творца, естественно, тем ближе он к реальности Творца. И тем самым исполняется цель всего Творения. В этом состоит цель всего. Получается, что то самое Творение, которое Творец сотворил, оно сможет приблизиться в той мере к реальности Творца, в какой она себя подготовила быть, как сам Творец. Ну, забегая вперёд, каждый раз понимая, когда я говорю о Творении, в конечном итоге мы дойдём до понимания, что это и есть тот самый человек. И мы тогда начинаем понимать всё, что сказано на истории, во всех путях познай его, и что он терпеливый. То есть, мы должны быть терпеливым. Он милосердный, и мы должны быть милосердными. И весь список качеств Творца. О, теперь, а почему так должно быть? Почему надо уподобиться этим качествам Творца? Почему? Потому что чем более мы сможем исправить в себе эти качества, чем больше мы разовьём эти качества, тем самым мы приближаемся к реальности Творца. И это в самой абстрактной форме мы сейчас и говорим о цели существования всего мира, всего творения и человека в нём. Чем больше мы станем близки к абсолютному добру, в этом мы и получим самое большое вознаграждение. В этом и есть суть всего творения изначально, как Творец, для чего этот мир сотворил. Реальность Творца – это само добро. И так как оно там находится в простой форме, оно и доброе, и дающее добро, там внутри он и дающий, и принимающий. Это всё в самом начале. Но всё это, как мы сказали, находится в пассивной форме. Но есть большее совершенство в том, что это должно выйти в активную форму. Тогда активность предполагает, что нужно влиять на то, что воспримет эту активность. Нужна та реальность, которая воспримет суть этого добра. И следующий вопрос, мы сказали, нужно понять, сколько этого добра будет воздано этому творению. Ответ максимальный. Но с другой стороны, максимальный – это только сам Творец. Ответ этому всему, что добро, которое Творец воздаст этому творению, оно будет согласно его возможности принять это добро. Или, сейчас сразу забегая вперёд, скажем, согласно тому, насколько человек себя подготовил к принятию этого добра. Настолько он и приблизится к самому Творцу. Как иногда бывает, кричат «дают!» и все побежали. Но только каждый прибежал с чем-то другим. Да, дают. Предполагаем, что дают? Воду дают. Предположим, нет воды. И вода пошла. И все приближали. Один с таким ведёрком маленьким, другой с таким ведром. Четвёртый, не знаю, притащил максимум. Естественно, каждый из них утащил сколько? Максимально. Обратите внимание. Что значит максимально? Каждый из них напомнил воду до конца, до краешка. Но единственное, что мы увидим, что каждый из них, воду, количество воды, оно совершенно другое. Согласно чему? Согласно тому, что он приготовил. Согласно тому, что он пришёл. Ему привезли, всех нас притащили, я знаю, на Байкал. Пейте. Что пейте? Я буду пить какое-то. Тут есть бесконечность. Моя возможность пить Байкал по сравнению с Байкалом, это 0,1. Я буду пить. Я говорю, пей сколько хочешь, всё твоё. Буду пить. Предполагаем, что вода хорошая. Буду пить. Но я могу напиться до отказа. Это будет максимальное добро, которое я мог взять. Это есть максимальное добро. Но она согласна тому сосуду, который я приготовил. Так и тут. Согласно сосуду, который человек приготовляет в этот мир. Или теперь можно сказать это другими словами. Согласно тому, насколько он подготовил себя быть самим добром. Насколько он уподобился тому, что есть реальность Творца. То есть добро. В такой степени он удостоится близости к Творцу. И тем самым и получит то самое вознаграждение, для которого он пришёл в этот мир. Поэтому он и осуществит цель Творения. Теперь давайте снова прочтём, что тут написано. Сейчас, надеюсь, уже будет более понятно. С другой стороны, говорит Рамхаль, это благо может находиться только в нём. То есть то благо максимальное, которое он хочет дать Творению. Поэтому постановила его мудрость, что это истинное воздаяние блага будет заключаться в том, что он даст место Творениям приобщиться к нему в той мере, в которой возможно им приобщиться. Они не могут быть самим Творцом, но в максимальной своей форме это да может быть, в качестве приближения к нему. И тогда получается, что хотя Творением самим по себе нельзя приписать совершенство Творца, но из-за приобщенности их к нему им будет приписано в той мере, как это возможно. То есть они становятся совершенными, уподабливаются Творцу. А они будут как Творец? Нет. Но они будут уподоблены максимально в рамках ихнего существования, настолько, насколько они могут. И тогда что получится? И получится, что Творение наслаждается этим истинным благом в наибольшей мере, в которой это возможно только для них. И в этом и будет суть вознаграждения того самого добра, который Творец хотел дать этому Творению. Ведь с чего все началось? Цель Творения была воздать от блага Творца другим. О, действительно, есть две стороны, получается. Есть сторона дающая, и цель всего была воздать благо от блага самого Творца. И теперь мы дошли до чего? До реальности, принимающей это благо. То есть реальность, которую потом мы назовем реальность человека. И тогда что получается? Что Творение наслаждается этим истинным благом в какой форме? В наибольшей мере, в которой только возможно для них. Насколько мы подготовим свой сосуд, настолько и будет величие этого блага. Насколько мы уподобимся реальности Творца. То есть, насколько мы станем, по-русски говорят, хорошими. Видите, как хорошо звучит? Насколько мы станем хорошими, настолько мы и получаем вознаграждение. Какое хорошее? Насколько мы будем более добрые? Какое вознаграждение? Мы более добрые. И заключает нам Рамхал все такими словами. Получается, что замысл Бога в Творении. Сейчас он подводит итог. Создать тех, кто будет наслаждаться Его благом, таким образом, каким это возможно для них. Давайте снова это скажем. Это в одном слове, в принципе, уже итог всему, что мы сказали. Вы помните, мы учили с вами Мессилат и Шарим. Кто-то помнит первую главу, где там было определение. Тоже мы говорили о сути, для чего человек появился в этот мир. Сразу о человеке. И там было сказано, что человек появился для того, чтобы наслаждаться. Там мы сделали точку и долго говорили о наслаждениях. И мы видели о том, что весь человек, суть его стремления к наслаждению. Но только что. Что вначале это грубое, материальное. Чем дальше он развивается, работает над собой, все более и более духовное. Еще более духовное. Что там в самом конце максимальное, какое есть наслаждение. И этот продолжает Рамхальтам и говорит. Человек сотворен для того, чтобы наслаждаться. Но не бубликами и пироженами. А реальностью Творца и близостью к его свету. Это со стороны человека и творения. А со стороны самого Творца, видите, тут как бы, это две книги, которые описывают всю реальность. Это со стороны Творца. Тут определяет нам четко и ясно. Целью творения было воздать от блага Творца другим. А в книге Псилат и Шарим, он описал нам со стороны человека. Творцу давать, а нам наслаждаться. Но только что. Он свое сделал. Кому осталось? Осталось и нам выполнить свою роль. Всего-навсего. Что нам нужно? Нам же что хотят? Чтобы мы насладились по-настоящему. Но не по мелочи. Тут шоколадку и там куда-то поехать и что-то посмотреть на кнопку нажать. Не быть примитивными дикарями. А быть теми, для чего мир сотворен. Ведь той реальностью, для которой все было сотворено. Чтобы мы пытались дойти до максимальной духовности. Потому что Творец это максимальная духовность. Чем больше мы будем максимальной духовности, тем больше будет близость Творцу, тем больше и наслаждения, которое мы получим. Чем ближе к Творцу, тем больше наслаждения. Как добиться этой близости? А, будьте подобными. А как быть подобными? Ну, смотрите. Он милосердный, ты будь милосердным. Он благословен, ты будь терпим. У нас вся карта есть. Суть всего этого не состоится. Снова повторим. Получается, что замысел Бога в Творении. На этом мы заканчиваем. Создать тех, кто будет наслаждаться Его благом таким образом, каким это только возможно для них. И на следующем занятии мы увидим, как из этой мысли исходит уже следующая часть Творения. Как она развивается, как постепенно мы увидим, как вся наша реальность постепенно, постепенно исходит из нескольких этих мыслей, которые мы сказали. Но их надо знать и не забыть. Это точка отсчета. Все, что... Сегодняшнее занятие, оно фундаментальное. Надо его повторить несколько раз, еще раз прочесть, понять. Потому что из него все будет исходить в дальнейшем. Всего доброго.